Здесь как бы, наверное, стоим, что-то... Ого! Большая рождественская ярмарка! Все продукты по низким ценам. Давай приготовим рождественскую еду. Упс. А нас еды-то нет? Тут такое дело, Карина. Ну, привет! Мы с вами продолжаем ухаживать за Кариной, и она уже с нами здоровается. Здравствуй! Опять почта. Ни одного несчастного проклятого письма. Опять... Вот вообще есть мир, где почта не приходит никогда? Вот абсолютно... В воскресенье нет почты! Почта-почта. Абсолютно согласен. Мне тоже не очень это нравится, но... Что поделать? Что поделать? Еды у нас опять, конечно же, нет. Нужно купить еду. Все, я, наверное, скорее пойду куплю что-нибудь интересное, вкусненькое. И мне так мозолит глаза эта лисичка, вот честное слово. Мне так хочется что-нибудь сделать, и я, наверное, все-таки куплю эту лисичку. У нас денег и есть, поэтому ничего страшного. Все, еду купили. Пойдем домой. Накормим Карин. Она нас немножечко так пригрустила. Чуть-чуть. Ну, ничего страшного. Мы сейчас покушаем, и мне кажется, она будет самым счастливым ребенком. Ну, я так думаю. Мне очень хочется связать. Это мы будем вязать, да, видимо? Так, я пообещала принести друзьям еще кое-что. Я напомню, Карин недавно, ну, а именно в прошлой серии, она украла денежку, и мы не очень сильно ее ругали, потому что, ну, я думаю, что не нужно было ее сильно ругать. Она хотела им понравиться. И очень интересно, что же она обещала им принести. Ничего, хватит с них подарков. Расскажи им все как есть, наверняка они поймут. Не переживай заранее, может, они и не вспомнят. Если честно, первый вопрос немножечко грубый, вернее, ответ. А второй, расскажи им все как есть. Я думаю, что они могут неправильно понять и, может, поссориться или еще чего-нибудь. Наверное, давайте скажем, чтобы она заранее не переживала и просто, может, они и не вспомнят. Ну, всякое бывает. Ну, да, не буду переживать раньше времени. Правильно, правильно. Зачем? Нервы портят, нервные клетки, кому это надо? Ой. Так, ну что, возвращаемся домой. Теперь никто не хочет со мной играть. Как же, а как же я? Мне очень жаль, но друзей купить нельзя. Ты проявила альтруизм, пусть они последуют твоему примеру. Так, лучше поверь. Слушайте, ну, так-то правильно, что друзей купить нельзя. Наверное, давайте так ей ответим. Мне понравилось их внимание. Так, понимаю, но дружба так не работает. Ты проявила альтруизм, это тот же ответ. Почему нам иногда предлагают один и тот же ответ несколько раз? Они хотят, чтобы мы на него ответили. Вернее, чтобы мы его выбрали. Я вот это вот немножечко не пойму. Сказать ей правду или как-то успокоить. Ну, давайте скажем, что пусть они последуют твоему примеру, что означает слово альтруизм. Итак, оно значит, что ты замечательная. Оно означает, что ты заботишься о других. И оно означает, что тебе нужно больше думать о себе. Не, наоборот. Оно означает, что ты заботишься о других. Это прекрасное качество, конечно. Конечно, прекрасное качество. Обо мне никто не думает. Ты должна хорошенько подумать, кто тебе по-настоящему важен. Бывают люди, которые пользуются чужой добротой. Не стоит доверять людям, которых можно купить. Согласна? Ну, так-то и то, и то можно выбрать. Ну, давайте скажем, что пользуются чужой добротой. Как это? Так, опять нам предлагают один и тот же ответ. Но вообще, давайте ответим, что не стоит доверять друзьям, которых можно купить. Да, наверное. Вот и славно. Не вешай нос, ведь скоро Рождество. Наверное, будет весело. Так, а нам до сих пор не предложили купить никакие подарки. Я, по крайней мере, этого не помню. И, о, так, давайте свяжем все-таки это, что это здесь есть. И нам так не вернули мою копилку. Вернее, нашу копилку, где мы откладывали деньги. Я надеюсь, что исправят. Какая лисичка. Что это? Подарок, но получишь ты его только на Рождество. Секрет. Секрет подожди до Рождества и твой подарок на Рождество. Думаю, тебе понравится. Ой, давайте заинтригуем. Скажут, что секрет подожди до Рождества. Хе-хе. Секрет. Пойдем скорее спадки. Так, ну, опять же, сказка, конечно. Я все задавалась вопросом, какую же сказку мы читаем. Но так мне никто не ответил. Тут даже надписи нет. Очень обидно. Так, ну что? Новый день. Это... Ага. Мы вот так вот решили перескочить на 22 декабря. Ну, теперь точно рядом Рождество. С добрым утром. До конца года школы уже не будет, да? Вчера был последний день. Я очень хорошо постаралась. У меня пятерки по математике и природоведению. Господин Берг сказал, что я одна из лучших учениц. Ой, какая молодец. Так. Я тобой очень горжусь. Ты молодщина. Спасибо. Пока есть господин Берг, наверное, я и в новом году буду хорошо учиться. Так, что ж такое? Читаю Я Марка. Думаю, что за Марка? Я не Марка, я Ульяна. Так, ярмарка. В эту субботу пройдет большая... Большая рождественская ярмарка. Все продукты по низким ценам. Торопитесь. Прям такой акцент сделали на слове большая. Так, еще одно письмо. И, как мы помним, такие письма, они обычно... Ну, важные. Что это? Что это? Похоже на Рождество строили распродажу. Здесь сказано, что на этой неделе некоторые продукты дешевле. Ничего интересного. Похоже на Рождество строили распродажу. Что это значит? Это значит, что некоторые продукты стали дешевле. А, ну или что-нибудь вкусненькое. Ну, да, скажем, что некоторые продукты стали дешевле. Ого, особая рождественская еда. Именно. Посмотрим, что мы можем себе позволить. Хорошо, я пойму, если не можем. Да ладно, вон мы сколько работаем и денег сколько уже есть. Правда, мы их потратили, но ничего страшного. Так, аиды есть? Тида? Есть. Все, классно. Так, ну давайте проверим почту, потому что вдруг там что-нибудь интересное, не знаю. Новости. Большой рождественский подарок для Ливии. Канон Рождества Великобритания и Франция отказались от владения провинциями Киринаика, Триполитания и Фетсан, позволив Ливии разгласить независимость. Столицей нового государства станет город Бенгази. Итак, кажется, это важное письмо, потому что оно написано от руки. Сейчас прочитаем. Сири Фьелвик. Прошу прощения за резкий ответ. Я желаю ребенку только лучшего, но не могу поддерживать с вами связь. Но вы можете попробовать написать моим родителям Хаммерстадт. Так, ну хорошо, давайте напишем. Здравствуйте, господин и госпожа Фьелвик. Последний раз мы увидели с вами три года назад, когда вы отдали мне свою внучку. Ваша дочь сказала, что я могу надеяться на вашу порядочность и узнать у вас что-нибудь о немецкой родне Карин. Прошу вас, проявите доброту к Карин и помогите ей. Так, давайте отправим письмо. Надеюсь, что ответ не заставит нас ждать. Так, а, а, мы на работу? Ага, ладно. Ну что ж, уже смеркалось. Чумазая Карин нас приветствует. Пойдемте ее покупаем. Так, мне кажется, нужно сменить ей причесочку. Почему-то вот захотелось мне сменить причесочку. И было бы прикольно, если бы добавилось новое. Нет? Ну ладно, пускай будет одна косичка. Я мерзкий тролль, да? Так, что у нее опять такие мысли, я не пойму. Хватит уже так говорить, никакой ты не тролль. Почему ты так говоришь? Конечно нет, перестань себя так называть. Так. Ну это правда. Я тролль, я точно знаю. Тролли воруют и поступают плохо. Я взяла деньги, я знала, что так нельзя. И все равно их взяла. Ты поступила плохо, зато получила важный урок. Знаешь, людям свойственно делать ошибки, но только тролли на них не учатся. Мне не важно, тролль ты или нет, ведь ты моя добрая, необыкновенная малышка. Ну вообще, на протяжении всего времени мы постоянно ее как-то, ну как, поддерживали. И говорили, что вот ничего страшного, зато ты моя, там, любимая и вообще самая такая лучшая. Так и есть. Но, наверное, скажем, что людям свойственно делать ошибки, но тролли на них не учатся. Значит, я не тролль, точно? Ладно. Хорошо снова стать человеком. Было бы здорово послушать сказку. Так, давайте. А что это у нас тут за скомканная бумага? Можно посмотреть? А, понятно. Это, видимо, она нарисовала. Но я надеюсь, что сейчас она проснется и больше не будет грустить. Это у нас уже близится время к Рождеству. Уже 23. А, завтра? Завтра Рождество? Давайте спросим, хочет ли она, чтобы она наступила скорее. Как можно скорее. Ого. Мне все еще стыдно за копилку. Мне так ли ее жаль? Может, поиграем? Да, давай поиграем. Ой, давайте в прятки. Мне так хочется узнать еще новые места. Ой, там можно было сделать уроки. А хотя, да ладно. Ну что там, уроки можно сделать и потом. Правильно? Главное, ну как, не задерживать. Но можно сделать после того, как поиграем. Почему бы и нет? Пойду. Ой, мне повиделось, что она сказала. Пойду прогуляюсь. Это капец, конечно. Так. Но, по-видимому, она здесь не спрячется. Потому что мы же здесь, как бы, наверное, стоим. Че-то... Ого! Сделаем вид, что мы не заметили. И просто посмотрим где-нибудь там в шкафчике или в ванной. Но мы-то заметили. Вот тут торчит, вот этот вот хвостик ее. Здрасте. Ну вот, тебе удалось меня найти. Я же, я же профессионал по искателю в порядках. Ну да, да, так и есть. Мало кто знает, но так и есть. Так, нужно опять купить еду. А, нет, не купим. Блин. Почему не работает магазин? У нас нет еды? У нас опять нет еды. Ну что ж такое? Пойдемте хотя бы поменяем ей наряд, что ли? Я даже не знаю. Интересно, когда мы сможем купить что-нибудь новенькое ей? Столько снега, как будто весь мир усыпали сахаром. Какое интересное сравнение. Пойдем на улицу, слепим снеговика или сделаем снежных ангелов? Ой, идеаль. Замечательная мысль. Замечательная. Давай слепим снеговика. Так, а ну-ка. А, ну да, логично. Оба-на, снеговик. А где ведро, я не поняла. Ура, мы слепили снеговика. Он забавный. Я люблю играть с тобой на улице. Мне так понравилось слепить снеговика. Ну, лично мне не хватает ведра у него на голове. Я точно не знаю. Может быть, ну, как-то... И еще как-то можно сделать шляпу какую-нибудь. Может, просто шапку. Я не знаю. Ну, прям ведра не хватает. А, все, мы что-нибудь не будем больше делать? А как же рыбалка? Мы что, зря удочку, что ли, делали? Очень жаль. Ну да ладно. Так, а у нас еду так и нельзя купить, да? Слушайте, а нельзя сделать... Ой, я не туда пошла. А нельзя сделать ангелов, вот этих вот, которые на снегу. Ну, почему нет? Ну, почему нет? Ну, ладно. Обидно. У нас еще что-нибудь можно сделать. Ну, давайте ее немножечко умоем и сделаем другую причесочку. К Рождеству все-таки новая причесочка должна быть, правильно? Так, это чувство, когда у нас есть время, но я не знаю, чем заняться. Вот, казалось бы, что можно поделать? Вот что? Снеговика мы уже слепили. Я бы с удовольствием сделала еще одну снеговика, но как-то что-то... Нет, нам не дают. Поэтому поиграем в мячик, что ли? Как бы выходной, нужно отдыхать. Я так считаю. И, к сожалению, есть нам нечего. Опять я... Я постоянно иду и думаю, что вдруг можно что-нибудь, что-нибудь тут найти, похавать, какую-нибудь прикольную штуковину, но, к сожалению, нет. Мне понравилось играть. Ты еще злишься из-за украденных денег? Слушайте, она прям переживает. Ты плохо поступила, но я все понимаю. Я понимаю, что так нельзя. Я больше так не буду, обещаю. Это хорошо, Карин. Я на тебя больше не злюсь. Спасибо, что ты не злишься. Скажи, как ты думаешь, мы найдем моих родителей? Ну, давайте расскажем про письмо матери. Так, недавно пришло письмо от твоей матери. Давай поговорим, когда ты подрастешь. И лучше тебе этого не знать. Ну, мы уже решили, мы будем рассказывать. Правда? Что она написала? Она приедет на жилье сестру? Нет, она написала, что тебе нет места в ее жизни. Мне очень жаль. Блин, а вот так вот не будет слишком грубо говорить. Можно просто сказать, что это невозможно, но оно и к лучшему. Хотя, как это к лучшему? Ладно, будем говорить правду. Но почему? Она не может. Она рассказала про других родственников, которым мы можем написать. Я ей очень жаль. И она написала, что есть еще одна родня в Норвегии. Так. Она сказала про других родственников, которым мы можем написать. Мы уже, кажется, им написали. Я ей не нужна? Ненавижу её. Не нужна мне другая родня. Ну её. Рождество уже завтра. Не хочешь почитать мне сказку на ночь? Конечно. Блин, как-то грустно за неё. Так, ну ничего. Это уже Рождество. Рождество это праздник. О, я так хочу есть. Конечно. Сейчас всё купим. Блин. Я просто сейчас по пунктам. Рождество это праздник. Рождество это хорошо. Я голодная? Да, это плохо. Надо купить. Еду. У меня прям всё по пунктам, ребят. Всё хорошо. Так, просыпайся, Соня. Вот и Рождество наступило. Ой, Рождество наступило. А мы сможем повеселиться даже без денег? Да, конечно. Хорошо. Так, секунда. Я... Ребята, у нас нет еды. Лес. И в лес даже сходить нельзя. Блин. Вот это мы влипли. А что мы есть-то будем? А там же говорили... Стойте, там же говорили про ярмарку. Может вот это вот... А, так нет же. Дайте мне ярмарку, пожалуйста. Да, блин. Ну ладно, давайте пока сошьём платьишко. А потом, может быть, нам дадут возможность сходить на ярмарку. Точно не знаю. Давай украсим дом. Ох, ух ты. Я знаю, что денег у нас нет. Сделаем украшение из того, что есть. Ты поиграй немного, а я пока что-нибудь придумаю. Можно сделать сложное украшение? Это как вообще? Так, ну, давайте что-нибудь придумаем. Я помогу. Я пойду к себе, нарисую самые красивые украшения. Приходи в гостиную, когда закончишь. Ой, это у нас сейчас будут какие-то подделки, да? Или снежинки из салфеток или бумаги. Или вот эти вот штучки. Вот эти вот, как это называется, гирляндочки. Хорошо, что у нас есть бумажные украшения. Давай принесём ёлку и украсим. Ой, хе-хе. Особенно хорошо с моим рисунком. Давай приготовим рождественскую еду. Упс. А у нас еды-то нет. Это такое дело, Карин. Слушай, у нас ничего нет. Ну ладно. Есть ягоды. Можем сделать варенье. Так, а откуда... А почему у нас их раньше не было? Ну что, можно в магаз... В холодильник, что ли, лазить? Здорово, давай есть. Я хочу показать тебе подарок. Ты же знаешь, что по традиции сначала надо поужинать, а потом потанцевать вокруг ёлки. Еда остынет. Сначала поужинаем, потом потанцуем, а потом подарки. Ну, давайте. Ммм, ну ладно. Блин, как-то мы не догадались купить еду заранее. Что-то как-то я не подумала. Я думала, что мы будем покупать подарок именно как-то официально. А в итоге что-то как-то не очень получилось. Будто бы праздник и не праздник. Как будто бы. Ну ладно. Спасибо за ужин. А теперь будем танцевать вокруг ёлки. У нас получилась такая красивая ёлка. Ой. Как прикольно. Как здорово. А теперь подарки. Так. Это я сделала для тебя. Ух ты. Ничего себе. У тебя так красиво получилось. Я рада, что тебе нравится. Какой хороший день. Ух ты. Это мне? Обожаю лис. Мне очень нравятся на самом деле её глазки. Очень красивенькие. Спасибо, спасибо, спасибо. Как здорово. А ты знаешь, что лисы всеядные? Да. Мы знаем. Поставленное самое видное место. Это самое лучшее Рождество. Это был лучший день. Самый, самый, самый. Мне тоже понравилось с Рождеством. Слушайте, ну в принципе я рада, что она рада. Люблю, когда мы с тобой вместе что-нибудь делаем. С другими тоже весело, конечно. Но так сложно понять, кто хороший, а кто плохой. У меня были друзья, но они перестали общаться со мной, когда я перестала их угощать. Есть добрый господин Берг. Может, ему можно верить? Тогда я буду верить только двум людям. Тебе и ему. Так, сказку. Конечно, почитаем ей сказку. Такое хорошее завершение праздничного дня. Ну, и я думаю, видео тоже. Вот такое у нас Рождество, к сожалению, получилось. Ну, в принципе, вроде бы было и весело, но это и не очень, с другой стороны. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока!